Обладателю этого имени импонирует величие и успех. Они презирают любую посредственность, и все вульгарное. Люди строгие, но справедливые, требовательны к себе и к окружающим. Бывает, что обладатели буквы В в этом имени являются романтическими натурами, они способны быстро установить контакт с людьми, прекрасно разбираются в философии и психологии. Буква Н в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Основная буква А в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Имеет спортивные увлечения, хорошо развитое тело, отличается силой и выносливостью. Гласная буква А придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Буквы Н приносят в характер отрицание и сомнение. Кроме того, звук Е придает обаяние и простоту. Владельцы этого имени зачастую в любви непостоянной и капризной, требуют повышенного внимания к своей персоне. Подсознательно звук Е в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. В значение буквы говорит о коммуникабельности, умении жить в гармонии с природой и людьми, но и о некоторой ленности. Носители этого имени отличают исключительные способности коммерческой деятельности. Буква Е в этом имени символизирует потребность самовыражения, в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.